Фриз этот с пульсарчиком, возможно, даже будет являться еще большей имбой, чем является у нас огнеметь. После этого обновления, танки онлайн закроются. Им придет конец. Ребята, всем тем, кто играет в Майнкрафте, кто знакомый танкист, открыл сервер по Майнкрафту. И самая короткая фишка в том заключается, что если вы зайдете на этот сервачок, и, соответственно, напишите в комментарии Вайдер, а любому из админу он вам даст привилегию випа на целом месте. Просто бесплатно из-за того, что вы написали. Ссылочка на этот сервачок будет в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем видеоролик по танечкам онлайн, где я уже получил призы с этого нового ивентика. Да, ребята, новый ивентик, который у нас вышел, Дикий Запад. Призы, как говорится, уже присутствуют на моем аккаунте. А именно, это драйвер на, соответственно, Хантера и устройство Пульсар на Фреза. Вот и, ребята, опять же, перед тем, как мы с вами начнем, обязательно, пожалуйста, поставьте свой царский лукас, потому что как только на этом видеоролике у нас наберется 200 лайков, мы вот такой вот один пропуск сразу моментально разыграем. Наберется сегодня, разыграем прямо сегодня. Вот, короче, устройство Пульсар на Фреза, плюс устройство Драйвер, соответственно, на нашего всеми любимого Хантера, который у нас является просто имбой лютейшей. Мы с вами сегодня будем тестировать. Ну и также еще скинчики. Это Хантер Легаси и Фриз... А, хе-хе, так, у меня Фриз не Легаси стоит, у меня Фриз стоит... У меня Фриз стоит какой-то другой. Ну ладно, бофик. Не будем уже заходить и переодеваться, нацеплять на себя Фриза Легаси. Не так это важно. Самое главное здесь это у нас те самые устройства, которые мы с вами тестируем. Ну и что хочется сказать? Во-первых, как бы, ну, начнем с того, что оверка на товарищей Хантере у нас и так очень и очень сильно, ну, как скажем, имбовая. Имбовая, бесячая, раздражающая. И как бы хотелось видеть этой оверки, ну, по крайней мере, поменьше, в разы поменьше в матчмейкинговых битвах, потому что в последнее время от Хантеров я вижу на себе прям, ну, очень много и на больших, и на средних, и на маленьких званиях. И, в принципе, эти овердрайвы всегда меня бесили и, скорее всего, будут бесить. Здесь же мы получаем такой стапчик, что это у нас тема приключилась, и овердрайвы набираются у нас еще быстрее. А это значит, что еще больше у нас будет тех самых бесящих моментов, которые будут раздражать абсолютно всех. Но это ладно, это еще полбеды. Все-таки такая тема у нас есть, такая тема у нас присутствует, ничего страшного, как бы, хотя, ну, нифига себе. Вот, бог с ним, эта тема нормальная. Вот, вторая штука, которая у нас тоже достаточно, я так думаю, будет прикольненькая, имбовенькая. Это пульсар на нашего любимого фризика. Кстати, к слову, я не знаю почему, но вот, когда ты играешь на огнемете, то пульсар прям чувствуется, и чувствуется очень хорошо. Прям он такой весь имбовенький, идеальненький, прям распрекрасненький, расхорошенький. Играешь на фризе, я такого почему-то, по крайней мере, для себя особо не ощущаю. Может быть, я еще не, как говорится, не распробовал вот эту вот всю прелесть небытия, небытия одновременно, когда ты у нас играешь на вот этой штуке, и у тебя происходит все замечательно, все отлично. Криты у нас всякие разные вылазят как можно чаще, как можно скорее, как можно здоровее. То есть, здесь я такую почему-то надобность у себя дико не ощущаю. Он как бы влазит, ну да, ну вроде как бы что-то прикольно, но особо такого я ничего у нас не вижу. Но опять же, не будем забывать про то, что это все-таки пульсар. Это у нас, соответственно, фризяра. И как-никак, как ни крути, но это все равно будет у нас являться прям, ну такой, прям, прям, такой добротненькой имбой, имбовой. А если еще играть не на каком-нибудь ловкаче, где ты у нас будешь жить как можно дольше, как можно здоровее, как можно скорее, то я так думаю, получится даже еще покруче, еще по здравии. Нифига себе. Нифига себе, сказал я себе, вроде как хотел загробасать себе флажочек, но чуть-чуть, немножечко не вышло и не получилось. Так, а ты же сейчас у нас умрешь, да? А я у нас не умру, поэтому я у нас по шурику вот таким вот нехитрым способом заберу этого самого флажочка. Не-не-не-не, не-не, ребят, давайте без этого. Вот, кстати, криты, наверное, это будет не очень приятно и для меня, когда раздает, соответственно, диктатор, потому что урончик-то у меня на пульсаре становится мелкий. Статусы, конечно, там вылетают, как сумасшедшие, но вот урончик такой. Хотя нет, посмотрите, когда ты у нас играешь на фризе, выскакивают все такие статусы, все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все. Беру свои слова обратно. В принципе, я вот сейчас таки подумал, ты же у нас играешь на фризе. На обычном огнеметчике у тебя там есть хоть никакой, но поджог. На фризе же ты можешь просто-напросто еще отключать ДДшки своим противникам, своим врагам. Что происходит очень круто и очень прям здравенько, да? Ну, по-моему, и по факту, по сути, фриз этот с пульсарчиком, возможно, даже будет являться еще большей имбой, чем является у нас огнеметик. Потому что огнемет из тех пульсаров мне, по крайней мере, нравится намного-намного больше всех. Потому что ты смотришь на него, но минусов у него, по факту, особо-то и нету. Вроде как, да, вроде как огнемет, еще и все статусы, еще и пушка ближнего боя. Вот пульсарная зиду мне, соответственно, как-то я его особо не вижу, особо не зашел, особо, как говорится, мне он впечатлений никаких не произвел. А здесь же все максимально просто, максимально легко и максимально, соответственно, идеально, по-моему, происходит, да? Ты у нас стоишь, ты у нас, соответственно, рассекаешь, делаешь какие-то интересные вещи. Правда, жалко, что у нас враги поливали, но это они поливали из-за того, что увидели, соответственно, какая у меня пушечка с каким устройством остановлена. Поэтому не выдержали сие напора. А я же тебе все статусы забабаху, а если даже все статусы не забабаху, то просто тебя ухандохаю. Да? Да, 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 да. Потому что защититься от этого всего сейчас, наверное, может только Диктатор с Фениксом, да? Там же вроде бы выпустились, соответственно, уже тоже молодой человек один набил это самое устройство. И сейчас рассекает и ни в чем себе особо-то и не отказывает. Нифига себе. Нифига себе. Все-таки, наконец-таки, решили они у нас нацепить резистик от этого самого, соответственно, фризика, да? Уже устали, прям запотели, прям завертели все. Не, ну слушай, кстати, не знаю почему, но вот эта штука мне прям нравится. Прям заходит, прям причем неплохо заходит. Я у нас просто особо не катаюсь, особо, соответственно, не растекаю на как раз-таки фризе с Хантером. Но здесь же прям просто вообще превосходненькое такое сочетание. На каких-то таких небольших картах, я так думаю, будет играться, играться очень хорошо и очень здорово. Если даже ты у нас будешь на каких-то больших картах, ну там можно взять, наверное, даже легенький корпус с защитником. Ну, либо средний корпус с ловкачом. Как вот, допустим, я сейчас гоняю. И рассекать, и ни в чем себе не отказывать. Особых, как говорится, впечатлений я уже от этого устройства у нас не вижу. И особых, как говорится, эмоций я у нас тоже от него не ощущаю. По одной простой причине, потому что пульсаров у нас уже вышло достаточно большое и огромное количество. И какого-то эффекта вау от меня, наверное, ожидать здесь и не стоит. Ну, если рассуждать в плане как раз-таки того самого, что является ли это устройство прям, опять же, из линейки сильных пульсаров, да. Могу смело однозначно сказать, что этот прям пульсарчик показывает себя очень хорошо и очень замечательно. Очень продуктивно, соответственно, в битвах. Потому что ты у нас заходишь, ты у нас вообще ни в чем себе особо не отказываешь. Едешь, морозишь, отключаешь ДДшки. Плюсом ко всему, если у тебя критяра какая-нибудь вывалится, то ты сразу можешь наложить все, соответственно, статус-эффекты на своего врага. Просто, к слову-то, к чему я все это дело веду? Фриз у нас является и так пушечкой достаточно бесячей, которая тебя морозит, замедляет, отключает ДДшку. Ты становишься весь такой беспомощный. Так, плюсом ко всему, здесь еще и пульсар. Который накладывает все статус-эффекты, которые есть в Танчиках онлайн. Ну, по-моему, это прям очень сильно. Очень сильно, очень больно. Мне нравится. Мне нравится, я в восторге, поэтому мы такие устройства одобряем. Мы такие устройства одобряем. И, соответственно, в скором времени, когда вот это все дело выйдет на общий релиз. Я так думаю, в матчмейкингах у нас будет еще больше тех самых бесячих фризоводов, которые у нас и без этого присутствуют в Танках. Поэтому, как мы любим делать, как мы любим мутить превьюхи, после этого обновления Танки онлайн закроются. Им придет конец и все. Скорее всего, да? Ну, потому что как по-другому это может быть? Перевьюшку Танозу делал какую-то, да, хайповую? Хайповую, интересную, супер, мега ибовенькую. Поэтому без этого никуда. Вот. Что еще хочется сказать по поводу вообще призов и ивента Дикий Запад? Как я уже не раз говорил в своих видеороликах, на своих стримчиках, было бы неплохо, чтобы это все дело у нас проходило именно рандомно. То есть, если ты у нас попал за какую-то команду, то все. Ты за эту команду и попал. Либо ты у нас покупаешь изначально за какую-то команду. Просто, если есть перебежчик, какой вообще смысл вот этих ивентов именно от разработчиков? Вот сама задумка, она полностью и целиком пропадает. Что я сейчас имею в виду? Это же должна быть какая-то, ну, противостояние, борьба, лютейшее. Что-то должно такое прям несуразное происходить. По факту, по сути, да? Ты попадаешь за одну команду, за другую, борьба прям. Борьба, жесткий донат, жесткие всякие вот эти штучки, дрючки и так далее, там подобные. Не повезло тебе с командой? Ну, так делай все, чтобы эта команда выиграла. Донать там, я не знаю, покупай миллиарды и миллионы, соответственно, этих самых патронов и вытаскивай свою команду. Если тебе повезло, то ты у нас можешь начали на расслабоне, соответственно, подвигаться. Ну, а зачем тебе, как говорится, двигаться и что-то там выдумывать, если можно просто-напросто за 700 самые танкоинов купить перебежчика и в ус не дуть. И никакой борьбы, соответственно, не делать от слова совсем. Поэтому вот эта для меня тема и эта штука остается немножечко, чуть-чуть непонятной. Почему разработчики делают вот именно так, а не так, чтобы это была как раз-таки та самая прикольная, интересная, крутая, невообразимая, имбовенькая борьба донатеров и всяких вот этих чувачков. А вот, а на этом мы с вами будем заканчивать данный видеоролик. Кому он понравился, обязательно ставьте ему свои старские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Лайдер, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok